Я заметил, что одну и ту же работу два арт-директора могут в обсуждении, один скажет, вот какой классный дизайн нарисовал, другой скажет, ну что-то не то. Я поставил эксперимент, как он был устроен. Был Telegram-бот, который каждую неделю присылал какое-нибудь задание. И это было простое задание, на два часа фактически рассчитанное. Ну, например, здесь нужно было взять и нарисовать виджет курса акций. Чтобы он получился просто красивым. И по дороге смысла желательно не рассчитывать. Что же происходило дальше? Дизайнер его рисовал, отправлял PNG-шку, одну PNG-шку, боту. И эту работу видели независимо несколько дизайн-директоров. И арт-директоров, и дизайн-директоров сейчас по-разному. Так вот, и что было важно? Эту работу оценивали независимо. Не было комнаты, в которой все так советовались, как эту работу оценить. Каждый арт-директор сам смотрел работу, когда ему удобно. И еще, что важно, работы были анонимные. Это очень важно, чтобы исключить из субъективности еще личные отношения. Потому что представьте, если вам одну и ту же работу покажет стажер и лид, одному вы скажете, вау, классно, ты так старался, ты такой молодец. Или такая молодец. А на второй вы скажете, можно было лучше. И чтобы это исключить, работа абсолютно анонимная. Не знаешь, кто его делал. Джун, лид, мид, не знаю, сеньор, помидор, неважно. И выставлялась оценка от 1 до 5. Да, самый частый критик, который я слышал, надо работу оценивать несколькими шкалами. Мол, типа, сначала отдельный смысл, отдельный график. Самый упоротый говорит, отдельно колористику, отдельно композицию. Воу, 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 стоп. Ваша работа, когда вы пришли на эти портфолио, оценивать не так. Если реально 30 секунд, нанимающий аэрдиректор смотрит несколько работ, говорит, то или не то. Вот как на самом деле происходит. Поэтому этот эксперимент максимально имитирует то, как на вашу работу смотрят при оценке портфолио. Что происходило дальше? Получили набор оценок. В каждой работе есть набор независимых оценок. Есть среднее, есть медианное значение. Эти работы выводятся на единый борт в фигме, для того, чтобы участники могли посмотреть, опять же, анонимно, никто не знает, чья это работа, какие работы получили более высокие оценки, сами составить представление, почему они получили. Ну и есть какие-то подсказки для того, чтобы можно было сделать работу над ошибками. Почему это важно, расскажу в конце. Вот. И давайте же, наконец, поговорим о том, какие закономерности я заметил. И начнем с этой работы, о которой я уже говорил. Есть график акций. Вот такой вот макет, да, на вход. На выход должны получить классный, красивый виджет. И вот несколько работ. Там видно, да, наверное, видно даже с задних рядов. Ну что, если не видно, то зелененькая оценка — это классная оценка, такой прям супер. Беленькая оценка — это так нормально. Вот. А красные оценки — это, значит, ну, типа, ну, откровенно, не очень. Назовем это так. И давайте подробно рассмотрим эти работы, чтобы понять… Я вот как-то отойду. Надеюсь, оператор справится. Чтобы подробно рассмотреть, что происходит. Итак. Первые две работы снизу рейтинга. Ну, что их объединяет? Красненькое и все такое, да? В целом похоже. Белый фон. Вот эти серые линии, грязноватый, зеленый. Не очень так вообще не секси, да? Вот. Но в них есть одно важное отличие. В этой работе нет ни одной высокей оценки вообще. Ну, то есть, вот есть троечки, которые… И, кстати, троечка — это самая популярная оценка, поскольку есть такие люди, которые всегда вашу работу оценивают так нормально. И неважно, вы классно сделали, или супер, или, типа, или, наоборот, оценивают. И они такие… И жалеют одновременно. Ну, нормально. И, типа, не хвалят, ну, потому что… Ну, нормально. Вот. Это, кстати, опасно. Надо хвалить своих ребят. Вот. И, ну, понятно, все. Какой вывод можно сделать из этих оценок этой работы? Бывают субъективно плохие работы. То есть, объективно плохие работы, поскольку, ну, типа, все никто не оценил классно. Все такие, ну, так себе. Вот. Но такое случается. Ничего страшного. Можно хачать навыки. Эта работа, несмотря на то, что очень похожа, тоже зеленые цвета. Я не знаю, при чем здесь зеленый цвет. Но она все-таки отличается. Какое у нее важное отличие, вы видите? Вот если на оценки посмотреть. Какое? Пятерка. Правильно. У нее есть одна пятерка. Одна наивысшая оценка. Это значит, кто-то сказал, вау, это мне нравится. За счет чего он сказал? Ну, непонятно. Ну, наверное, крупная типографика. Или, может быть, шрифт подобран классно. Не знаю. Или, может быть, арт-директор посмотрел, сказал, ну, самое важное есть. Цена текущая, текущая цена акций. Человек здорово придумал и поставил наивысшую оценку. Все. Это значит, просто топ. Это если он такую работу в вашем портфолио увидел, он бы просто сказал, этот человек нужен мне здесь и сейчас. Вперед. Давайте. Рекрутеры, работайте. Вот. И из этого вывод, что смелые графические решения на самом деле найдут своих ценителей. И если у вас есть какой-то графический стиль, который вы исповедуете в работах, и который не нравится большинству, ничего страшного. Вы всегда найдете ценителя, кому он прям придется по душе. И надо просто найти этого ценителя и вместе с ним классно работать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...